Несколько десятков мероприятий по стране каждый день, каждый день, в течение года несколько тысяч мероприятий. Они открыты, записались, отправили свои, сделаны системы трансляции, задерживаются вопросами. И постепенно эта продовольность будет расти, и, соответственно, эффективность работы увеличилась. Это, наверное, про тот же вопрос, что уговорить не надо, уговорить не надо, уговорить бесполезно, время уговоров хорошо, можно только личным примером. Или, если у нас территорий ректор, то сразу фаталитаризм. И тот, какой подход, в принципе, работает. Вот. Есть большой блок вопросов, что делать нам, пациентам, в ресторанах, если нас всех вскоре угодно, то из этого сравнивается. А что, есть такие нюансы? Я пойду все про нее, что-то. И он видит, я, конечно, все еще понимаю. Посмотрите, что здесь имеется в виду. Если речь идет о цифровой экспансии ведущих пузов, то про это уже говорили. И, честно сказать, то, что я наблюдал на цифровой экспансии на такой, как на предыдущей пазе, получается следующая штука. Там находятся пакеты, сделанные молодыми ребятами, которые, естественно, легче, не будут на то, чтобы готовить такого рода материала, но которые, естественно, должны, чтобы опытные или очень сильные преподаватели. Поэтому, с моей точки зрения, в региональных институтах во многих, я обсужу просто потому, что в геоучебном производстве, в геоучебном производстве, в геоучебном производстве. Да, это правильно. Да, это правильно. Потому что в каком случае вас выписывают, вот все вместе, курсе, леду, там многое, возможности, снижение и прочее, прочее. В том случае, если вы сами представляете алгоритмическую машину, если вы в свое время действуете поизвестный набор права, вот тогда нам, дорогие друзья, действительно ходят. Но если вы несете спектр воздействий, впечатлений и так далее, которые не могут быть выяснены цифровыми инструментами, то вы только не спасете. Это, по-прежнему, ты ел отца. Но я вот прошу вас, смотрите, чтобы было понятно примерно, о чем я говорю. У нас на экономическом футболе, скажем, умные математики, следующий замехматовый манюк, практически такой же. Они очень сильные. Знаете, чему мы сейчас учим? У них есть специальный предмет, который называется, что же противовую коммуникацию, не скользь. Мы их учим. Они, на зачерки, читаются метр шестыра. Играют кусочки из иллюзора. Причем, получается, они даже не знают, что этот мир существует. Мы развиваем их способность говорить. В том числе, не только словами, но и жестами. Нам еще пришлось научить их писать, потому что они не могут писать. А качество, сжимаемой памяти. Если вы как-то понимаете, что у вас эта проблема образуется. В блестящей магии, я делаю презентацию, я говорю, у вас, по-моему, противовующество. Потому что вы на восьмом шаге говорите, а потому что на первом. Они говорят, а вы что помните, что у нас был на первом шаге? Я говорю, а вы что, не помните? Я говорю, нет. Я говорю, что мы говорим с этим вещем. Поэтому, если вы реализируете реальную проблему, которая уперся в цивилизации состоится. Потому что вот сюда, в гаджет, извините, туда, в гаджет ушел, и уходит память. Она вошла для мышления системы. Если вы реализируете на вот эти проблемы и понимаете, что у вас есть свои предметные преимущества, связанные с тем, что вы не лучшими, не алгоритмами программы, как Александр Александрович, то вас не будет здесь. Вас будет доступно всех, кто не даст это сделать. Спасибо. Спасибо. У нас есть три вопроса про искусственные телеки в лицережении. Первый. Электроектор ИИ или проектор ИИ или реальность. Я начну, с вашего позволения. Я думаю, что вектор ИИ невеальный. Про вектор ИИ абсолютно реальный, но секретарша, водителя, два помощника и предзавестителя на него будут вернуть. Спасибо. Это сразу будет лидер. Лидер специализации в банковской сфере. Сбербанк. Там юриста, конечно, не вращается, Алексей Кругович, но у каждого для меня одни и девушки-бачки стоят. Понятно? В этом смысле? Человеческий энтерапевт нужен искусственным телекам. И будет нужен. Дальше. Простой вопрос про ИИ и профессии будущего. Чему учить? Ну, мой ответ очень короткий. Профессиям будущего учить не надо. Во-первых, потому что в будущем нет профессий, а во-вторых, потому что учить надо в первую очередь мышление, а не компетентному набору налогов. Во всяком случае, в сильных университетах. Поэтому, собственно, проект, что мышление мы здесь разворачиваем, который, да, относится губо-аналоговый характер. Это про вопрос, от чего бы у нас на цифровом по острове учить аналоговые вещи. Потому что мышление, оно пока передается аналоговым, а на цифровом. И вопрос из МФТИ. Как было 20 бюджетных мест на искусственном интеллекте, как и осталось? Ну, во-первых, это неправда. В МФТИ создан центр компетенции МФТИ по искусственному интеллекту, на который выделили дополнительные средства на бюджетное обучение по искусственному интеллекту. Они у него есть. Второе. По результатам набора контрольных цифроприемов этого года ВУЗы России мне выбрали около 3,5 тысяч контрольных цифров по страну социалистов. В следующем году мы ожидаем 10 тысяч в районе 10-ти тысяч. Поэтому вы сами не хотите тратить за контрольные цифроприемы. Деньги получаются соответственности на вашей стороне. Ну, и последний вопрос, он такой подводящий, тоже топовый. На острове постоянно сравнивают российский бюджет с иностранными. Чтобы договориться передом перегнать иностранные, необходимо дать больше свободы нашим бюджетам, ведь они будут взрываться. Вы с этим согласны? Конечно. Конечно. Я согласен. Потому что, видите, посмотрите, как прошла дни, двое к этому вопросу. Собственно, выгодно три дичьих людей университет. А Алисольд считал, что университет должен стоять на деньгах студентов, потому что они потом получат результаты. Алисольд считал, что университет должен давать государство, но ни в коем случае не давать на науку, потому что он помещенный. А вот какие в нации нужны люди, это лучше знает правительство. И, наконец, победила не областическая модель фонд Гумбольта, которая, я сказал, что самые эффективные мастерства, это остановливая мастерство. Потому что он проявляет одновременно культуру, науку и образование. Мы не эффективны. Сейчас это, как правильные, многочисленные генетические мастерства. Поэтому, к сожалению, сейчас оказалось значительно меньше, чем 20 лет назад, хотя генет значительно больше, чем 20 лет назад. С моей точки зрения, лучше бы было даже меньше генетически больше автономии, когда эффект от университетной системы выйдут в университетской автономии великая система. Спасибо. 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 Открытие продолжается. Мероприятие открытое. Работает. Еще ждет нас пять дней, из которых мы точно увидим другие. Удачи всем вам. Спасибо. 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 Открытие продолжается. Спасибо. Спасибо.